Ребят, всем привет! С вами снова Юлиан, и это канал RCSQ Modules. В общем, не выдержал, купил я себе все-таки GoPro 9. Затяните эту лялечку, да? Стала просто идеальной камерой, как для видеоблогера. Передний дисплей, как мне раньше, его не хватало. Посмотрите, цветной дисплей. Теперь я отлично вижу все, что снимаю из себя во всех ракурсах на цветном дисплее. Как я раньше без этого жил, не знаю. Камеры, конечно, стало больше, тяжелеет, зато снимает больше по времени, больше аккумулятор, лишилась некоторых глюков, которые раньше были. Но, как для видеоблогера, FPV-полетника, хотел сказать, FPV-шника, подходит ли она для видеосъемки с квадрокоптеров? Ну, а все, кто с Украины, хочу порекомендовать вам своих друзей из MotoStuff, пользуясь их услугами, наверное, с 2013 года, когда покупал свою первую экшн-камеру для квадриков, Mobius Action Cam. Сторожилы моего канала, помню такую камеру точно. После покупал у них 3 Black Plus, 5, 2 восьмерки и, наконец, купил девятку. На сегодня в Украине это самая низкая цена на GoPro 9. И если еще подождете 10 минут, еще получите 2% скидки. Плюс постоянно какие-то акции, подарочные флешки и так далее. Кроме того, после выхода GoPro 9 сильно упали ценам на прошлые модели. GoPro 8, который покупал полтора месяца назад, после того как утопил первую, сейчас стоит не чуть ли на 2000 дешевле. Ну, а семерка стоит и того менее. Кроме GoPro, огромный выбор других экшн-камер. CG-кам недорогих, Sony, камеры DJI, Insta360, стабилизаторы, квадрокоптеры, мотогарнитура. Мои друзья-байкеры, у них часто закупаются мотоэкипировкой. У них очень качественная мотоэкипировка. Я у них когда-то покупал, года 3 назад, когда еще катался на моцаке. Термокостюмы. Обязательно к ним загляните на сайт. Большой выбор и цены вас обязательно порадуют. Покупать данную камеру, конечно, для того, чтобы гонять на гоночных квадриках, фристайловых, это полное расточительство. Камера стоит немалых денег. Да и вся вот эта излишняя стабилизация современная будет излишняя на FPV-коптере, потому что это полностью лишает динамической видеозаписи, которая вот нам очень нужна. Но вы зацените, я просто офигел с новой стабилизацией вравнивании горизонта на этой GoPro 9. Вот так я болтаю камерой и я остаюсь в горизонте. Ну, это не круто. Посмотрите, как будто с ручным стабилизатором. Это уже когда наклоняет на под 45 градусов, картинка срывается. Но до этого, до 45 градусов, вот хоть буду вот так идти, болтать. Смотрите, смотрите, это просто какое-то волшебство и магия. В общем, появилась у меня идея попробовать эту камеру на квадрокоптере, чисто в cinematic режиме. Данная шикарная стабилизация, не устану ее показывать, блин, класс. Мне кажется, отлично должна отработать на квадрике. Ну, мне так кажется. Будет видеозапись, не чуть ли, как будто я использую стаб для камеры. И это необходимо проверить. Проверю на, хотел сказать, гоночном квадрокоптере, на Long Range с 7-дюймовым, который недавно собирал я. Вот. Попробуем во всех режимах, в плавном режиме, в медленных полетах плавных. Вот. А далее попробуем также, конечно же, поснимать на синевупчик. Как хорошо, что я тогда собрал синевуп себе на более мощных моторах 15-х. Теперь не будет проблем, чтобы таскать более тяжелую камеру на борту. Потому что камера реально стала весить на 50 грамм больше. И это, конечно же, вносит свою лепту в выборе носителя для этой GoPro. Мне мало, конечно, интересует вот эта вся гипер-супер-пупер 3-плюс стабилизация. Она немного лучше, конечно, чем на восьмерке, которая у меня есть. Вот. Меня интересует именно выравнивание горизонта во всех режимах. В нескольких углах обзора. Допустим, попробовать на среднем угле обзора, на максимальном угле обзора. Плюс использование стабилизации в режиме выравнивания горизонта без использования режима выравнивания. В общем, вот это мы сегодня и протестируем. Итак, тесты будем проводить следующим образом. Первый пролет делать буду максимально плавный, аккуратный. Посмотрим, как будет работать стабилизация. А далее буду летать чуть более агрессивно, активно. Посмотрим, как справится стаб во всех из режимов. Ну и первый тест стабилизации HyperSmooth. Это у нас первый уровень видео со стабилизацией. Широкий объектив, обрезка 10%. 1080-60 кадров. Данный режим стабилизации мне очень нравится. Ровно так же, как и на GoPro 8 и на GoPro 7. При минимальном уровне стабилизации скрадываются резкие движения, какие-то мелкие потряхивания. В целом, картинка остается очень плавной, динамичной и естественной. Не видно вмешательства жесткой электронной стабилизации. И даже при попытках полетать более-менее активно, стабилизация этому не мешает. Даже при резких виражах и при попытке немного пофристайлить. Но понятно, что для фристайла необходимо полностью, абсолютно полностью включать любую стабилизацию. Хотя вот при таких маневрах смотрится очень и очень естественно. В общем, режим в особенности отлично заходит для динамических полетов на долголетах. Далее тестируем следующий уровень стабилизации. Повышенная стабилизация. Видео. Широкий объектив. Обрезка. Также 10%. Усиленная стабилизация. Следующий режим стабилизации делает максимально плавной картинку. Немного теряется динамика, но подходит только для прямолинейных полетов без резких виражей. Потому что уже при резких виражах видно вмешательство стабилизации в некоторых моментах. И это смотрится не совсем естественно. Поэтому минимум виражей, минимум резких поворотов. И картинка остается очень такой плавной и красивой. И очень, главное, смотрибельной. При попытках фристайла, ну, тут уже явно видно вмешательство стабилизации. Смотрится это максимально неестественно. Тут вообще камера посмотрела почему-то вверх. Хотя я делал ровный флип. Поэтому только для прямолинейных ровных полетов, для съемок плавного-плавного видео, возможно, даже синематик с последующей пост-стабилизацией. Если это, конечно, необходимо. Опять же, на GoPro 8 этот же режим работает примерно на том же самом уровне. Хотя это надо все, конечно, сравнивать. И, наверное, я все-таки сделаю еще сравнение с GoPro 8. Но режим неплохой. Ну и далее. Максимальный уровень стабилизации. HyperSmoothry 0. Максимальная стабилизация со значительной обрезкой. Посмотрим, как работает данный режим. В режиме максимальной стабилизации видно, что видео очень сильно кропается. Максимально страдает детализация и общее качество видео. Стабилизация максимально неадекватно отрабатывает любые виражи и повороты. Все происходит скачками, рывками, что очень несмотрименно и делает данный режим непригодным для видеосъемки с квадрокоптером. Появляются какие-то мелкие пошатывания, поддергивания, неестественные наклоны квадрокоптера. Показывать даже попытки там фристайлить я не буду, потому что ведет себя максимально неадекватно данная стабилизация. Хотя нет, давайте я покажу. Даже для плавных полетов данный режим не подходит. В особенности по причине того, что видео очень сильно кропается и смотрится это не очень. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее тестируем режим выравнивания горизонта. Я думал он работает во всех режимах. Там широкий угол обзора, максимальный, средний, узкий. Нет, оказывается он идет отдельным режимом. Линейный с удержанием горизонта. И необходимо включить обязательно HyperSmooth хотя бы на минимальный уровень. Это у нас видео со стабилизацией, широкий объектив, обрезка 10%, минимальный уровень. И режим... Линейный плюс выравнивания горизонта. Режим удержания горизонта. Это тот режим, ради которого все это затеял, который мне больше всего был интересен. И на первый взгляд при взлете сразу создается такой эффект вау. Как будто в самом деле пролетает Mavic. Как будто я использую трехосевой подвес. Картинка плавная, ровная. Очень напоминает съемку с подвесом. Но вот при попытках виража... Сейчас будет поворот направо. В особенности при повороте на 180 градусов. Встроенный гироскоп и акселерометр камеры не справляются. И горизонт сейчас уплывет. Посмотрите. Вот, уплывает. Впоследствии картинка выравнивается. Но все же, возможно, это связано с шумами от моторов-кландрокоптеров. Но все-таки, я думаю, здесь никаких фильтров нет в программах встроенных. И также еще раз при повороте на 180 градусов появляются какие-то потряхивания. Что неприятно. Но так, в целом, если делать очень плавные пролеты, плавные виражи, то в данном режиме можно снимать такое почти синематик-видео. При попытках приставила, понятно, что смотрится максимально некрасиво, неинтересно, неестественно. И не подходит. Только для плавных пролетов, я думаю, что в каких-то моментах данный режим пригодится, если нет желания после заниматься пост-стабилизацией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий режим также линейный, плюс выравнение горизонта, плюс усиленная максимальная стабилизация HyperSmooth. Посмотрим, как покажет себя данный режим. В этом режиме удержание горизонта, плюс усиленная стабилизация, ужасный кроп, пострадала детализация качества, можно даже не продолжать смотреть. При взлете также видно, что стабилизация работает не совсем адекватно. Просто камера превращается в какую-то китайскую экшн-камеру, ни цветов, ничего. Можно не использовать этот режим. Просто смотрите, какие-то покачивания. При повороте на право на 180 градусов, опять же, горизонт будет уплывать очень сильно и надолго. Но повороты все неестественные. И использование данного режима я также не вижу для квадрокоптеров. Но давайте вам покажу, что происходит, когда пытаешься летать в режиме фристайла. Хотя давайте вот тут досмотрим. Смотрите, при поворотах появ. Очень неадекватно ведет себя стабилизация. Постоянно плавает что по горизонту, что по пичу. Опять же, возможно, это все шумы моторов дают о себе знать. Оставлю это видео до конца, чтобы вы для интереса посмотрели, как отрабатывает данная стабилизация. И выведу видео с курсовой камеры, чтобы видна была разница. Продолжение следует... Итак, пришло время теперь протестировать данную камеру на синевупчике моем. Сейчас передеслотируюсь на другое место, там, где обычно летаю на синевупах. Вы знаете, это место в парке чуть выше, чтобы далеко не ходить. Как раз в знакомом месте посмотрите, насколько хорошо получится снять в режиме синевупа с удержанием горизонта на GoPro 9. Мне кажется, посмотрел отснятый материал, мне кажется, без дополнительного усиления стабилизации более естественная картинка. Посмотрим, получится ли синевупа снимать как будто со стабилизатора или нет. В режиме плавных полетов на синевупе камера справляется куда лучше. Насколько я заметил, ни разу не уплывал горизонт. Возможно, в самом деле уплывание горизонта было связано с шумами от моторов винтомоторной группы. Поэтому следует устанавливать маунт для GoPro на демперах. Но все же при поворотах чувствуются некоторые подергивания. Поэтому необходимо приловчиться делать максимально плавные повороты по яв на квадрике. Также стабилизация не всегда адекватно отрабатывает при резких наклонах по пичу. Вот я буду облетать веточку вверх-вниз. И стабилизация плохо справилась. На самом деле мне не понравилось. Это смотрится неестественно. В целом, если летать прямолинейно, аккуратно, плавно, то на синевупах очень неплохо справляется данная стабилизация со своей работой. Хотя, вот видите, по яв все-таки есть такие подергивания. Надо очень плавно поворачивать. Тогда будет смотреться картинка куда лучше. Тут будет заметен хорошо момент, когда я меняю немного угол наклона квадрокоптера. При этом стабилизация как-то резко отрабатывает наклоны. Естественно, все досмотрится. Поэтому, к сожалению, в этом режиме также не все моменты, заснятые на камеру, подойдут для дальнейшего продакшена. Тут я опять же тестирую удержание горизонта плюс усиленная стабилизация. Я не знал, какие будут результаты. Поэтому, в принципе, дальше можно не смотреть. То же самое. Ужасный кроп, детализация, качество видео никудышное. И стабилизация работает немного неадекватно. А при поворотах это еще больше видно, нежели в прошлом режиме. Так, в целом, если плавно летать, конечно, картинка остается плавно. Но вот при поворотах все смотрится куда хуже, чем в прошлом режиме. В особенности, когда по пичу мы наклоняем квадрокоптер. Субтитры сделал DimaTorzok. Игорь Негода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По итогу после всех тестов, вот что я хочу сказать про GoPro 9. Как камера для видеоблогера, как экшн-камера, это замечательный девайс. Офигенная стабилизация выравнивания горизонта, позволяет снимать себя прямо с рук, со штатива, не используя никакого стендикама. Смотрится все это фантастически и очень клево. Плюс передний дисплей, как я говорил, он очень удобен для съемки себя любимого. Раньше этого очень не хватало. Плюс увеличенный аккумулятор. Чувствуется, что запаса времени видеосъемки стало побольше. Я его даже не посадил сегодня на видеосъемки. Во время всех тестов, обычно на восьмерке, на других моделях, куда быстрее садится аккумулятор. Но вот как камера для FPV-шника, для видеосъемки с квадрокоптеров, для даже синематик-видео, я в ней не вижу смысла. Пока режим выравнивания горизонта, вся эта цифровая стабилизация, искусственный интеллект не дотягивает до уровня гимблов и стендикамов реальных. Как вы могли видеть, что не во всех режимах полета адекватно работает стабилизация, уплывает горизонт. В особенности, мне не нравится, как работает стабилизация по пичу во время полетов. На минимальном уровне стабилизации замечательно снимает. Но зачем, если есть та же самая GoPro 7, которая стоит в 2,5 раза дешевле сейчас, на сегодняшний день, да даже GoPro 6 или GoPro 5, имеющие там очень слабую стабилизацию, но которая также скрадывает некоторые резкие движения, потряхивания, и ни капли не убивает динамику видео, делает эти камеры прошлых поколений 5, 6, 7, да даже 8 куда лучше для FPV полетов, чем GoPro 9. Да и она и больше, и тяжелее, да еще и стоит куда дороже. Плюс понятно, что весь этот цветной красивый передний дисплей не придает ей надежности, а при серьезных крашах будет очень-очень страдать, я так думаю. К сожалению, к сожалению, не получилось той фантастики, которой я ожидал от этой камеры, что я смогу снимать с Long Range Cinematic Video, не чуть ли как будто я использую подвесы БК, поэтому использование более младших моделей, 6, 7, 8, плюс постстабилизация видео, делает куда лучше свое дело, нежели GoPro 9. Но я ее брал как свою основную камеру для видеосъемки блогов и она полностью меня удовлетворяет. Это был чисто так тест для интереса, работы стабилизации на квадриках, все. Да и снимая видео в обычном разрешении 1080p, 4K, вы вообще не увидите разницу между 6, 7, 8, 9 GoPro. Вот я вам честно говорю, как пользователь активный этими девайсами, я вам сниму видео 1080p даже на пятерку, и вы разницы вообще не увидите. Ни в цветопередаче, ни в резкости, четкости, единственное, там может быть температура цветов будет отличаться немного. Поэтому, да, к сожалению, вся эта современная стабилизация пока не дотягивает до уровня всех этих механических гимблов. К сожалению. А на сегодня все, с вами был Юрян, пока, увидим в следующем видео. Блин, хочется еще протестировать на самолетах данную камеру. Ну вот если видео наберет, там большое количество лайков, то я рискну поднять девятку воздух на самолете. Скажем, блин, ну я такую сейчас дам цифру. 5000 лайков, и я летаю с ней на самолете. За меньшее я не готов рисковать кучей бабла. Вот так. Все, пока.